Прибыла техника, надо ехать, пробовать. У нас сразу доверили руля. Ничего, какой лёд ломает. Так тонет, он ещё дно задеёт, ты видишь? Ну конечно. Как он хоть бы ещё поплыл? Ну что, попробуем через реку. Ну двигатель работает, конечно, как часики. Вообще, ты-ты-ты-ты. Бесполезно переплавать, наверное. Бесполезно, пускай берет, не пойдёт. Он вообще не плывёт. Ё-моё. В общем, вчера не получилось заснять, как мы переплавляем, новый каракат. По той простой причине, потому что он почему-то в воде не двигается. Он всё плавает, как поплывок, но у него передвижений в воде нету. Колёса крутятся, а он на месте стоит. Видимо, резины или что. Короче, вот так вот. Время шло к вечеру, начинало уже темнеть. Было не до съёмок. В общем, поехали. Домой взяли мотор 9,8. Зацепили просто его верёвкой и волоком. Как поплывок просто перетянули через речку. Так что своим ходом через речку на нём не пойдёшь. Только с мотором. Вот такая вот штукенция. В общем, ну ладно, во всяком случае, вся техника на той стороне. Это самое главное. Обратно она уже поедет своим ходом по льду. Пока речка не околеет. Это хорошо, что мы вчера переплавили. Потому что сегодня шуга. И уже было бы проблематично его тянуть. Пришёл сезон. Будем потихоньку оттягиваться. Собака уже место заняла. Ну-ка, двигайся, нахуй. Сел, говорит. Ещё вещи не поладят. Лодки будем переплавлять две штуки. Потому что Серёга с отцом останутся. А я поеду ещё домой завтра. Надо будет на работу ещё сходить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фонт-пай под этой стороной шаги больше почему-то весь лед здесь идет рыжий балбес выпрыгнул прям шугу лодки разгрузили идем за техникой выгоняем каракаты и полным ходом вперед ну чё надо пробовать заводить точнее запускать и попрем двигатель лончен посмотрим как запустится у нас минус 12 вчера через реку переходили диски привезли тормозные сейчас посмотрим как двигатель к 6 а запускается легко но и не слышно большого загружаем все шматье и выдвигаемся все загрузились поехали сейчас разъедемся отец останется открывать там по дорогам капканы а мы с серёгой поем на путик и потом в избушке уже встретимся а первая остановка все отец остается здесь будет потихоньку открываться серега пересел в кибитку поедем на путик добрались наконец-то до путика дорога не близкая время уже обеденное с утра выехали вот к обеду приехали все заехали в начало путика каракат мы здесь оставляем бросаем и по путику идем в сторону избы сейчас будем открывать открывать будем только кулемки на соболе белку нынче видели не вся выходная еще так что капканы беличьи пока не не будем открывать сегодня в планах открыть путик дойти до избушки там отец нас встретит и потом к этому каракату сюда завезет по кольцу в общем пойдемте смотреть открывать рыжий бери рюкзак первые пошли ящики на живу я уже сюда положил там всякие что мясо перья вся такая фигня будем ждать соболей подошли к второму ящику посмотрим все за чудо кулемки будет там наживка здесь капкашка ладно будем ждать смотреть наблюдать первый след соболя но староватый даже подсыпанный ну есть вот следочек соболькин тут тоже кулемка и прям под кулемка уже вот след соболиной проскочил надо открывать все стоит пойдем дальше но ящиков здесь больше не будет на этом путики в общем будем ждать соболя половину путика мы открыли надо попить чаю уже одно по одному и не снимаю каждый капкан как взводим а затем сейчас костерок термос у нас собой чтоб чайник кипятить да и вода грязная здесь в этих речках сейчас перекусим и с новыми силами дальше у нас утка копченая несколько перебежек соболиных видели как бы это ну снег уже дня два или три лежит так что может и будет толк не положить это зачем-то черненный нафиг пойдет черненный на 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 сложиво что вы же ждешь своей пайки уже держи прыжи и сюда и можно понять давай разгорать ты не брал кружку товарищ а с блюдо это динали вас не будет будет сглезешь прям дальше да тут перекусили пойдем здесь прошел волчара он какие следи щи блин лапада здоровый какой-то волчар что моя нога что у него вот это следи щи как медведь прошел блин по сравнению со следом от рыжего это вообще мелочи рыжий начал лайк все стой там белка ну белка вся выходная будет чистенькая эти кулемки мы только на рябчиков открываем тут нужна легкая нажива ну либо сойка кедровка там тому подобное мясо на эти кулемки мы не наживляем потому что птицы закрывают и тяжелая она еще открыли одну кулемку идем дальше собака что-то сегодня у нас не работает пробежал 30 километров за каракатом видимо какой-то он это даже никуда особо не уходит потихоньку открываемся так то вроде идем следочки встречаются и беличьи савалины не знаю насколько свежие но вообще как бы нормально в принципе не всегда следы есть когда тут открываешься по снегу так нет нет встречаются собаку собаку он сегодня есть завтра он ушел его надо поймать пока он никому то не уйдет да собаку такой зверек он на месте не сидит он все идет да идет пойдет конечно пойдет ну все открыли мы этот путик пять минут и избушка все сегодня будем ночевать завтра что нибудь еще откроем какие нибудь снасти и я ходом поеду домой это марут сережа что ли вот сейчас надо покушать чай попить можно и спать ложится что ты там стоишь то макака давай вот в фу в одну битро принимай в одну голову все с тобой заговори сяна я просто талют пока прогнул на ее вырезать еще были на нас там колодца нету на обочерпанули бы нахрен сходишь блин подъемы эти блин возле избушки белка носилась там там смотрю ну чё топи печь да никуда а куда идти блин уже стемнело что-то отец не приехал что-то так долго что он там делает так долго надо в центральном поехал хавчик наверное вылезать ну чё там долго заехать не знаю вот так тебя наед мы все термос допить не можем о какой большой о ну всё он пустой сегодня при такой лампе отец так и не приехал что-то а у нас вообще нифига все рюкзаки в каракате оставили и фонарики и вообще все даже мы с собой ничего не брали кроме наживы что-то очень странно может где едет ну ничего светит да тоже ну может где едет просто не стукать о свет горит а дверь ну яркий свет ну ты чё он там сейчас в салон тоже синим горит знаешь как лампочки сейчас в салоне горят мотор не слегка даже там новый да что а кто там на Руза приехал на дзюк иди проверяй иди проверяй что ты убежал что ты убежал то ну хо на сегодня одна белка ну белка выходная ты чё тут уже салат ем уничтожаешь поработал надо покушать только чашку вытащил рыжий первым делом белку вытащил и убежал чтоб никто не отобрал ладно ужин и надо отдыхать ложится спать вот такие сырье кидая понял или эту сухую на вниз надо да они не сухие это же тут иначе мы это только сырье печка хорошая тягу не все гасим свет хватит на сегодня за компанию кусочек сись начался новый день братан вот такую технику ты подогнал 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 ну подогнули это мы и где уже подогнули по эти почки а подогнал он загнули ну конечно так почки ты чё там так он сказал с него выжать сейчас я знал где какая поломка а что в серийное производство запустить надо конкретно где поломки ему знать вот он нам на испытание видишь какую дал так что владимир анатольевич вот такая техника братуха отличная техника я тебе скажу давай езжай так что погнал я еще его испытывать это все поехал я еще ладно жду вас 2 2 1 2 и он открываемся еще немного тут пути к не длинный но надо открывать все что можно в таких дебрях все четыре дерева в одну кучу навряд ли мы что-то увидим конечно короче не видно ничего даже время тратить не будет любишь и беличи и такие дебри я собаку отзовут и все вышли на путик сейчас будут первые кулем очки рыжий где-то впереди убежал видимо расстроился белку нашли нашел точнее не стрелять еще откроем ну тут мало у нас так сегодня погода хорошая вроде снегу нету собака бегает тут кулемка на земле стоит и соболь все 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 по избегу он все в следах понадел идем потихоньку открываем там там кое-где но белич капканы пока все равно не открываем следующий раз даже грибы с собой не брали пока они у нас в простой мыши могут до собака что-то кого-то лает рыжий чё там но выходная белка выходная рыжий чё ты чё не увидела же тут тоже открыли кулемку но осталось уже все маленько тут уже недалеко и избушка будет все открыли мы этот кусочек тоже уже к избушке подходим по болоту проехать до новой не говори никакая машина так не войдет я думал там и за буксом лоха нормальную технику изобрел я думал там за буксом где трак они когда утопили лесорубы там же я интересно кочки так не чувствуется на нем такие кочки так я на нем проехал сейчас можно это как будто за асфальтировал все кочки вот такие метровые сейчас сейчас у менял туда в самый низ можно на уазике ездить после его надо вот как этот асфальт укатывает указать это болото указал у меня вот эти эти кочки нафига трону повторю тонны конечно на 200 то на 200 а этот баклан то вонючий я манаю на его соболь должен идти ай кусочек асфальт маленький он вообще рыбой воняет галимой чуть руки отмыл раза три руки мыл но все почему все и реки нету не стала рыбы он все рыбу съел уже щеком этом неделю лежал в тепле тут можно и спать спокойно тут сантиметров 60 серега в этот раз решил что ехать сзади а ты пешком пойдешь у тебя нету пока привилегий таких не наработал ты еще таких привилегий чтобы тебя катать ну что с этим участком мы закончили открыли полностью здесь на этой избе путик вчера мы один прошли вы же не порте кадры здесь и это сегодня тут закуток небольшой еще мы открыли в общем сейчас едем за вторым каракатом я поеду домой так как завтра ехать работу работать надо а серега с отцом останутся здесь там дядька еще с ромкой в общем они будут промышлять пока но мы приедем позже и продолжим свои съемки пока еще не прощаемся конечно поехали заберем каракат меня высадили чтоб не крутится по 10 раз вот я уже караката тут буквально сто метров от дороги подошел ну чё будем запускать нашего лончина блин думал промазал он отлетел и сел или это другой полетел ничего не понял ну вроде не так далеко был рябок самец подсос масса но давай ну и на этом моменте будем на потихоньку завершать наш видеоролик мы с рыжим отправляемся домой все отец сказал ему собака здесь не нужно я рыжего поменяю потом на байкала в общем надо взять байкала потому что байкал у нас уже давненько никуда не выходил в лес в смысле вот так что дней через пять через шесть у меня как раз наступит отпуск и мы сюда приедем уже с байкалом отец серега дядька и ромка там они так здесь и останутся они тоже приехали открываться так что они наверно тут дней на десять среднем но 7-10 дней открытия занимает получается открылся проверим и потом только домой едешь ну и потом на проверку чисто приезжаешь благо у нас тайга тут но не так далеко как бы за один день спокойно доезжаешь еще можешь что-то поделать вот так что на сегодня ребята все всем пока продолжение следует надо меня быть это все спасибо с